Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне В ноябре 1941 года Сталин лично потребовал от наркома вооружения СССР Товарищ Берия Срочно примите все необходимые меры Для увеличения выпуска пистолетов-пулеметов Шпагина Фронту нужны автоматы Их соотношение было, допустим Ну соотношение винтовок Мосина было порядком, допустим, 70% Тоже, кстати, сказать и у немцев К сожалению, наши кинематографисты любят показывать немцев Исключительно с пистолетами и пулеметами Пистолетами и пулеметами А вооружались только танкисты, диверсанты Определенная военная полиция и так далее То есть, просто говоря, немецким основным оружием германской пехоты Была винтовка образца 1898 года Которая по своей баллистике и с габаритным характеристикам Была близка к винтовке Мосина Налаживать серийное производство ППШ Пришлось уже в условиях военного времени На заводах не успели отработать технологию Не хватало чертежей Все это сказывалось на качестве оружия И вызывало нарекания у бойцов К недостаткам пистолета-пулемета ППШ Нужно отнести круглый магазин Он достаточно емкий был Но круглый он был очень неудобен при носке Да, и при боевом использовании Впоследствии от круглых магазинов Отказались во всех автоматах Ну, за исключением некоторых станковых и ручных пулеметов Георгий Шпагин, конструктор-самоучка Сложные технические проблемы решал методом проб и ошибок На помощь ему пришел молодой инженер Николай Макаров Который сам вызвался провести более точные расчеты Чтобы улучшить боевые качества ППШ Меня в институте-то учили Вот по технологии Вот рассчитаем и сделаем И, как говорят, что удивительно Рассчитал, сделали и получилось Благодаря участию молодого инженера Рекламации с фронта прекратились Знаменитый ППШ благополучно дошел до конца войны А начинающий конструктор Макаров После войны создал свое авторское оружие Легендарный пистолет Макарова Еще одной легендой в мире оружия Станет автомат Калашникова АК-47 Сержант Михаил Калашников Начнет войну в качестве командира танка Т-34 Будет участвовать в кровопролитных боях под Брянском И на личном опыте убедиться Армии срочно требуется новое автоматическое оружие Я начал думать А нельзя ли все-таки создать хотя бы пистолет-пулемет Да такой простой Чтобы его можно было изготовить в любой кустарной мастерской Эту задачу Калашников решал в течение нескольких лет Из соревнований трех опытнейших конструкторов Дегтярева, Симонова, Шпагина Создал лучшее автоматическое оружие в мире Великий Господь сказал Все сложное не нужно Все нужное просто Наш солдат академии не кончается Ему надо дать в руки Простое и надежное оружие Таким и является лежащий перед вами автомат Это оружие долгое время держали в строжайшем секрете Бойцам категорически запрещалось выносить автомат без защитного чехла из воинской части Оставлять гильзы после стрельки Только в начале 50-х на западе наконец узнали точное название таинственной русской винтовки Автомат Калашникова По простоте применения мощи и надежности Этому оружию до сих пор нет равных Если пехота царица полей То артиллерия бог войны Не зря же главным военным трофеем считались пушки захваченные у неприятельской армии Отечественная артиллерия к началу Второй мировой войны Насчитывала уже 6 столетий И являлась главной ударной силой на суше и воде Это было останется к поведению в бог войны Действительно без артиллерии Вот я всю войну прошел Без артиллерии ни одно наступление не начиналось Ни одно Только когда артиллерия обработает Хорошо передний край И ближайшую оборону противника подавит Только тогда пехота могла подниматься И танки могли идти Только тогда А так ни с того ни с сего Не пойдешь Из 140 тысяч полевых орудий Которые использовались во время Великой Отечественной войны Более 90 тысяч Были созданы конструктором Василием Крабиным Его имя в то время держалось в строжайшем секрете Зато дивизионную пушку ЗИС-3 Вобравшую себя все достоинства Прославленной русской трехдюймовки Знали все Это самая массовая пушка И самая удобная Она в конце концов была Названа как лучшее орудие вообще в мире Вот той Великой Отечественной войны Массовое производство ЗИС-3 Увеличило огневую мощь советской пехоты на порядок Пушка успешно боролась с пехотой и танками Уничтожала укрепленные точки Силуэт ЗИС-3 Также легко узнаваем Как и танка Т-34 Или штурмовика Ил-2 Эта фронтовая пушка Стала одним из самых известных символов советского оружия Победившего в войне Была превосходным противотанком орудием Но до появления Тигров, Пантер и Фердинандов То есть новой бронетехники Которая появилась летом 1943 года на Курской Туке Тогда конструктор Грабин получил личный приказ Сталина Создать новое, еще более мощное орудие И менее чем через полгода Появились три опытных образца Пушки калибром 85, 100 и 122 мм Оптимальным был признан 100 мм калибр И новая пушка под индексом БС-3 Была принята на вооружение Пушка была настолько ценная Что она не давалась ни дивизиям, ни корпусам Она была в резерве главного командования И направлялась на самые танкоопасные направления Универсальная пушка БС-3 Могла пробить броню любого немецкого танка И даже королевского тигра Стреляла фугасными осколочными снарядами И служила наиболее эффективным средством поддержки пехоты во время боя И она оказалась поразительно живучей То есть она до сих пор находится на вооружении Ряда стран Ближнего Востока, Африки И пушка БС-3 участвовала во всех без исключения локальных конфликтах Причем она не устарела и до сих пор Под нее в 80-х годах был создан противотанковый управляемый снаряд Который мог пробивать в общем-то и достаточно современные танки Типа М-60, А-3 американский, Меркаву и так далее Затем на вооружении появились более мощные самоходные установки СУ-100 С пушкой БС-3 За способность пробивать броню всех видов немецкой бронетехники В том числе пантер, тигров и элефантов Это орудие советские солдаты назвали зверобоем Ну и с поклон веков же русская артиллерия славилась Поэтому немцам было тяжело с нами соревноваться У нас были орудия лучше И мы умели стрелять лучше Золотое время советской артиллерии закончится в середине 50-х Когда ракетная эйфория захлестнет страну Тысячи кадровых офицеров-артиллеристов Одним розчерком пера будут уволены из армии По приказу Хрущева закроют и перепрофилируют пушечные институты ИКБ Хрущев, он человек был решительный И он плохо понимал проблему совмещения У него все решалось по принципу замещения То есть он кукурузой пытался заместить обычные злаки Ситуация изменится лишь после отставки Хрущева В 1967 году выйдет постановление правительства и ЦК КПСС О создании самоходных артиллерийских установок Акация, Гвоздика и Фиалка Цветочную серию продолжат атомные артсистемы 203-мм гаубица Пион Самоходный миномет Тюльпан калибром 240 мм Даже без ядерных боеприпасов мощь этих орудий потрясала Аналогов к нашему миномету, по-моему, не найдется Во всех армиях западных стран калибра больше 160 мм не присутствует У нас же 240, то есть намного-намного больше Разрушительные силы и мощь этого орудия впечатляют, скажем так В начале 80-х в КБ «Спецмаш» приступит к созданию модернизированной арт-установки «Малка» Сегодня это одна из самых защищенных и интеллектуальных артиллерийских машин Создание самоходной артиллерийской установки Артиллерист, он и тяговая лошадь Он и человек, который готовил позицию для установки этой Он и был заряжающий И вот посмотреть на сегодняшнего артиллериста, который обслуживает самоходную артиллерийскую установку Это интеллигент Субтитры сделал DimaTorzok